Смотря Формулу-1, вы могли заметить, что Рэдбул начали сезон с большим запасом по скорости над остальными. Однако на Гран-при Майами победу одерживает Ландо Норрис на Макларене. То же самое почти произошло в Имоле и недавно в Барселоне, а в Монако победил Леклер на Феррари. В Канаде на победу уже претендовал Мерседес. На протяжении последних месяцев то одна-то другая команда становится быстрее. В современном Формуле-1 отрыв между командами минимальный, и у Мерседеса, Феррари и Макларена достичь этого получилось за счет постоянного развития и установки обновлений на свои машины, над которыми 7 дней в неделю работает целая фабрика сотрудников, за год превращая машины из этого в это, серьезно увеличивая темп. Давайте попробуем разобраться, как команды разрабатывают свои обновления. Как всего за неделю можно перейти от борьбы вне очков до борьбы за победы, что мешает просто скопировать лучший болид, и почему лидеру труднее всех этому противостоять. Разработку болидов-1 можно разделить на два основных направления. Первая это аординамическая часть, это то, что вы видите снаружи. И вторая это шасси, все механическое, что находится внутри, от коробки до подвески, электроника, двигатель и так далее. В конечном итоге это все должно прекрасно работать вместе, чего не всегда бывает просто добиться. Условно, если вы не сделаете компактную компоновку системы охлаждения, то ваша машина будет получать меньше потоков воздуха к задней оси, и вследствие меньше прижимной силы, попутно создавая больше лобового сопротивления. По ходу сезона именно первая часть чаще всего подвергается доработкам, поскольку если обновлять, например, подвеску, то она может кардинально изменить поведение всей машины в поворотах или на неровностях, изменяя при этом и работу аэродинамических поверхностей, из-за другого положения платформы машины. Поэтому чаще ведется работа именно с аэродинамикой, а не внутренностями. Для того, чтобы начать новый проект над машиной, может быть много причин. Например, доработка предыдущего обновления с новыми данными. Вот условно сейчас команда Visa привезли обновления в Барселону, обкатали их и сейчас на базе будут их дорабатывать. Путем добавления небольших элементов или регулировкой старых, как бы занимаясь их эволюцией и настройкой. А также устранение новых недостатков, например, вы поставили новый элемент впереди, который не дает также хорошо работать старому элементу, стоящему сзади. И вы ищите способы доработать их вместе, появление нового регламента или интерпретации правил. Когда появляется новая интерпретация правил, все отделы производят мозговой штурм, чтобы найти какие-то лазейки и разработать что-то совсем отличающееся, как например двойной или выдумной диффузор. Подготовка к специфическим требованиям трассы. Где-то нужно больше прижима, а где-то меньше. То же самое касается и охлаждения. Нужно планировать обновление машины, отталкиваясь от календаря чемпионата. Например, в мае будут трассы с высоким прижимом. И вам нужно подготовить крыло на высокий прижим к этому моменту, чтобы получить преимущество. А если привести его позже, то вы упустите эти этапы, где могли бы быть быстрее. То же самое и касается тестирования обновлений. Крупные обновления команды привозят на хорошо знакомые трассы, на которых есть различные вариации поворотов, например Барселона. А на трассы, скажем так, узконаправленные, например Медленная Монако или Скоростная Канада. Команда привозит, как правило, либо крылья, либо небольшие изменения системы охлаждения. Что-то немасштабное, что можно протестировать и на таких трассах. Изменения базовой настройки машины. Например, команда обнаруживает, что машина работает лучше при новой настройке подвески. И коллективу, работающим над передним крылом, придется переделывать крыло под новую базовую настройку, с новым поведением и положением машины. Но, как правило, самой частой причиной обновлений является именно желание сделать машину быстрее путем работы с ее аэродинамикой. Подразделения аэродинамики всегда делятся на несколько групп. Например, коллектив, работающий над передним крылом, постоянно думает о том, как улучшить контроль грязного воздуха, исходящего от передних колес, улучшая условия для работы других коллективов, занимающихся элементами дальше по машине. При начале работы первым пунктом всегда идет постановка целей и построение плана. Как и в случае создания машины с нуля, вы ставите цель и добиться определенных показателей машины в определенных рамках. В случае обновления вы выясняете, что команда хочет улучшить машину. Какую задачу решить и какому сроку. Поскольку время не бесконечное и сезон имеет начало с концом, то нужно успевать делать это вовремя. Ведь нет никакого смысла привозить большое обновление в конце года, становясь быстрее всех на одну последнюю гонку. Нужно постоянно на протяжении всего сезона производить небольшие своевременные обновления, чтобы держаться в темпе. Такое же правило работает и на дорожные машины, ведь их тоже важно обслуживать вовремя. Для чего я могу порекомендовать отличную сеть автосервисов, а именно фитсервис. Бесплатная диагностика по ссылке в описании. Например, Мерседес решили, что хотят видеть на своем болиде больше стабильности на задней оси. И они начинают думать, как решить эту задачу. Как правило, самым простым способом изменить аэродинамику машины являются крылья. Они хоть и комплексные элементы, но в то же время они являются самыми простыми аэродинамическими элементами для изменений. Благодаря простой структуре и своему расположению, либо в начале, либо в конце болида. Упрощая работу с ними в плане компьютерных симуляций и проектирования, а также настройки. Затем по простоте применения и обновления идет днище. Кромки пола и все остальные элементы, как ожог двигателей и воздуховода. Для изменения последнего и понтонов, как правило, нужно переделать и механическую часть, компоновку подвески или систему охлаждения, что дополнительно усложняет задачу и делает ее выполнение дороже. После поставленной цели, отделы аэродинамики ищут наиболее подходящий способ добиться результата. Одно подразделение отправляется работать на заднем крылом, но мы, например, хотим сделать масштабное обновление. И другой отдел отправляется работать над тем, как сузить заднюю часть машины, за счет более компактной подвески, чтобы направлять больше потока к заду машины. Третий отдел работает с днищем и диффузором, пытаясь ускорить там потоки. Четвертый – с кромкой пола, пытаясь лучше удерживать воздушные потоки на полу машины. Пятый – спереди идущими элементами, чтобы доставлять больше воздуха к заду машины и так далее. Каждый отдел по отдельности создает свои концепции в рамках регламента. При разработке машины все следуют техническому регламенту чемпионата. Он обозначает определенные зоны. Например, крыло может располагаться только в этих зонах, не выходя за рамки этой коробки. Также ограничено, например, число закрылков. Их должно быть четыре, расстояние между ними не должно быть больше и меньше определенного значения и тому подобное. В таких ограничениях инженеры работают, что еще усложняет обновление машины, поскольку уже используемое крыло строилось, используя максимум регламента. И вы не можете просто сделать его больше, а вынуждены искать способы, как использовать данные вам условия эффективнее, чтобы выжать максимум из крыла, из которого уже был ранее выжат максимум при изначальной разработке. Но теперь от вас требуется еще больше. Инженеры разрабатывают все возможные варианты у себя на компьютерах. Их могут быть тысячи под необходимые задачи. Самые перспективные из них, которых остаются десятки, тестируются на CFD, то есть с помощью компьютерной вычислительной гидродинамики, где компьютер просчитывает, как будут себя вести воздушные потоки, взаимодействуя с этим элементом. Простейшие подобные программы может использовать каждый у себя на компьютере. Затем самые эффективные из них уже с точными данными о их работе стируются на симуляторе со специальными пилотами, работа которых заключается в пилотировании болида на симуляторе, обкатке обновлений, а также в подборе настроек машины. Если данные симулятора и CFD оказываются успешными, то элемент дорабатывается для создания в реальной жизни, учитывая необходимые структурные требования крепления и прочности. Ведь не всегда компьютерные данные совпадают с тем, что происходит в реальности. После этого элемент устанавливается на 60% макет болида, используемый в аэротрубе, где приблизительно воссоздаются условия машин, едущей на высокой скорости, за счет генерируемого ветра. До этого этапа доходит уже совсем единица идеи инженеров, поскольку время на использование трубы ограничено правилами еще сильнее, чем вычислительные гидродинамики, что бы нуждает их экономить. Если испытания в аэротрубе подтверждают эффективность, то деталь отправляется в полноразмерную разработку, и данные в симуляторе дополняются, и продолжают обкатываться в виртуальном мире. Ведь отдел симуляции также должен ответить на многие вопросы, будет ли новая деталь достаточно прочной, улучшит ли она время на круге, если да, то как и где. В массиве собираемых данных инженеры выясняют, за счет чего произошла прибавка в скорости, и все ли работает как планировалось. Нахождение гонщиков за рулем симулятора ничем не ограничено, и как раз поэтому там обкатываются обновления, и подбираются настройки машины для уикенда, под новую конфигурацию. Симулятор является гибридом между реальным миром и компьютерными вычислениями. Ведь в Формуле 1 давно нельзя проводить частные тесты на актуальной машине. Вы не можете просто взять свою машину и поехать наматывать круги по трассе, это запрещено. Параллельно с этим 3D модель отдается в отдел по созданию полноценного элемента, где он будет создан на специальных станках и принтерах, что тоже занимает немало времени, ведь полноразмерная деталь необходимой жесткости и гибкости это не то же самое, что макет. После создания элемент переходит в отдел тестирования, где проверяется каждая мельчайшая деталь, как с помощью ультразвука, так и под микроскопом, и конечно проходя кучу тестов на надежность. Вдобавок деталь сканируется и сравнивается с 3D моделью на компьютере. И если все хорошо, то обновление отправляется на один из этапов сезона. Его буду тестировать в пятничных сессиях, с трубками ПИТО, определяющими скорость потока воздуха, и ФЛОУИЗМ, специальной краской из парафина, которая растекается по машине, показывая как следует воздушные потоки. Эти данные нужны, чтобы сравнить это с тем, что выдавалось в аэротрубе и на симуляторе. Как мы уже говорили ранее, обновления нужно привозить вовремя. Например, больше всего обновлений приезжают в Барселону, где есть различные вариации поворотов, которых можно их протестировать. Непосредственно на трассе обновления тестируются по-разному. Если это один элемент, то отличие от предыдущей конфигурации найти просто. В машине уже установлены сотни датчиков, которые позволяют получить массу данных, транслируя данные с трассы напрямую на базу, в отдел работы с ними, где их анализируют в реальном времени и передают гонщику на симуляторе, впоследствии отправляя выводы обратно на трассу. А масштабные новинки трудно проверить за одну пятницу. Поэтому зная, что на следующем этапе будут обновления, команды заранее собирают конкретные данные с прошлых уикендов, прицелом на то, что с ними будут сравнивать данные с обновленной машиной, по каким-то конкретным параметрам, заранее установленным на симуляторе. Сначала определяется, дает ли обновление улучшение, затем идет поиск изменений характеристик машины. Какие-то обновления могут улучшить работу машины в определенных поворотах и замедлить других, или даже выдавать разные результаты в начале и в конце одного и того же поворота. Тут идет работа с тысячными секунды. Перед обновлениями основные гонщики могут тестировать обновления на симуляторе, чтобы знать, на что обращать внимание на трассе, и дать более точный комментарий, что не всегда бывает просто. Льюис Хэмилтон написывает это так. Очень трудно почувствовать изменения машины, потому что ты лично немного едешь быстрее, совсем незаметно для глаза. В лучшем случае всего на пару десяток с полутораминутного круга. Например, обновление добавляет прыжиной силы на передней оси. Но это не будет для тебя новым, ведь ты раньше тоже мог получить этот уровень прижима, путем увеличения сопротивлений, просто увеличив угол крыла. Усложняет задачу и то, что каждый уикенд у тебя новая трасса, на которой нет идентичных поворотов с предыдущей. И твоя память должна сравнивать ощущения двухнедельной давности с совсем другой трассой. В этом им, конечно, помогают инженеры, заранее говоря, на что нужно обращать внимание. Ведь гонщики служат дополнительным уникальным датчиком, способным заметить странности машины по ходу круга, чтобы потом на обсуждении дать эту информацию инженерам, и они могли изучить конкретно эти моменты поведения машины по телеметрии. При этом нельзя все практики отвести на работу с обновлениями, ведь нужно подобрать настройки машины для уикенда, как это, например, сейчас было у визы в Барселоне. Самым заменным элементом является зад машины. Когда его стабильность увеличивается, это сразу чувствуется. Раньше гонщики играли большую роль до появления симуляторов из современных вычислительных систем. Тогда им приходилось наматывать круги на частных тестах с меньшим количеством датчиков и с более ненадежными элементами, что теперь заменяется симулятором, особенно в плане безопасности. Ведь в прошлом веке смерти гонщиков из-за неисправности во время тестов были не редкостью. Очень важно затем сравнивать все полученные данные с данными из симулятора и аэротрубы, позволяя лучше настроить систему симуляций и больше коррелировать с реальной трассой, чтобы получаемые данные симулятора оставались актуальными. Так, например, данные Мерседеса и симулятора и аэротрубы три года подряд не подтверждались на трассе, в этом поколении болидов. Из-за чего они несколько лет шли не тем путем развития машины, и только сейчас начинают улучшать темп. Точно так же разрабатываются обновления механической части машины, часто не сильно заметные, но играющие важную роль в работе болида, из-за чего к ним прибегают реже. Одно небольшое изменение угла машины и работы подвески влияет на всю аэродинамику, требуя ее доработать под новые настройки. Или если вы делаете какой-то элемент компактнее, например, воздуховоды и подвеску, то вам придется изменить и аэродинамику, так как форма машины уже будет другой. Часто это делается как раз, чтобы уменьшить сопротивление и дать большему количеству воздуха проходить к заду машины. Рычаги подвески и вовсе являются внешними подвижными элементами, которые имеют оперение и влияют на потоки, проходящие через них. При разработке аэродинамики нужно учитывать их положение на прямых и при прохождении поворотов. Как касается двигателя, то он сейчас заморожен до 26 года и разрешено улучшать только его надежность. За счет этого мы как раз не видим большого количества сходов из-за неисправности моторов. Такая работа команды происходит ежедневно на протяжении года 7 дней в неделю. Постоянно ведутся работы над улучшением и доработкой машин, поэтому коллективам нужны лучшие кадры и лучшая инфраструктура, на что и уходят огромные бюджеты команд. Из-за этого базы команд Формулы-1 разрослись до масштабов полноценного завода. Хотя за год они по сути создают всего несколько машин. Если раньше первые обновления приезжали к лету, то сейчас к лету приезжает уже второй большой пакет обновлений. А первые новинки устанавливаются на болиды еще в марте. Поэтому каждый уикенд вы можете видеть список обновлений. И болид конца сезона может быть совсем не похож на то, с чем команда его начинала. С первого этапа и до последнего машины меняют свою конфигурацию около 300 тысяч раз на компьютерах инженеров. По сути у конструкторов появляется новая модель на компьютере каждые 20 минут. База команды постоянно работает, прогоняя тысячи деталей в симуляциях и получая более 400 строк телеметрии всевозможных параметров, работая по 15 часов в сутки. Хотя раньше команды полагались на пучки ткани в плане тестирования аэродинамики и чертежи малого количества инженеров. А с современными технологиями и размером команд удается делать обновления значительно чаще. На технических директорах лежит очень большая ответственность, ведь именно их выбор концепций болида и кадров дает результат, приводящий к занимаемому месту в кубке конструкторов, за что команды и получают призовые деньги. При этом необходимо делать это все своевременно и принимать верные решения, подобно тому, как вы это делаете в мотоспорте или в 1 менеджере, закладывая обновления, ориентируясь на календарь чемпионата, планируя как минимум на 3 месяца вперед. Поэтому мы нередко можем видеть смену этих сотрудников команды из-за неоправдавшихся ожиданий по результатам машины. Как вообще происходит выбор того, что обновлять и над чем работать? Посмотрите на этот график. Зеленым овалом выделен то, к чему команда будет чаще всего прибегать по ходу сезона, а именно делать небольшие и частые обновления, которые дадут больше всего прироста при минимальном риске и затратах. И нужно понимать, что привозя небольшие обновления по ходу сезона, вы никогда не увеличите свой темп на секунду. Поэтому стоит понимать, что нельзя работать над одним обновлением слишком долго, оно не сможет дать так много темпа. На одно крыло уходит около 4 или 6 недель. Всегда есть какие-то элементы, над эволюцией которых работают, какие-то, которые заморозили и не трогают, и те, с которыми еще не решили что делать. И при таком плотном графике команда не всегда успевает произвести элементы гран-при, ведь само производство тоже занимает темало времени, особенно если это какой-нибудь шасси. Чем на старте этого сезона столкнулись с Вильямс, и гонщик вынужден был пропустить гонку. Иногда из-за подобного приводят обновления лишь на один болид команды, как это часто бывает у Макларена. А когда вы разрабатываете крупные обновления и на долгую перспективу, например, болид следующего регламента, то вы работаете в оранжевом кружке. Эта работа не даст вам эффекта сейчас, но может позволить создать хорошую основу под будущее обновления. Ну или вы можете как Мерседес долгое время идти не в том направлении, и узнаете вы об этом только когда приедете с машиной на трассу, потратив уйму времени впустую. В то время как провалившееся одно небольшое обновление из частых не станет такой проблемой. Также в оранжевый овал можно отнести малоэффективные вещи, как шасси, система охлаждения и так далее. Что-то, что не дает прямого эффекта. Работать над обновлениями синей и оранжевой зоны, которые требуют много времени. Вы можете себе позволить только в двух случаях. Если вас устраивает текущий темп и запас над остальными, как например Red Bull последние два года, либо когда вы безнадежно отстаете, как Макларен в прошлом году, и никакие небольшие изменения вас не спасут. А нужно делать сразу одно глобальное обновление, которое полностью перестроит машину и даст вам второй шанс. Но при этом, если одновременно все обновлять, то может получиться так же, что отправной точки базы машины больше нет, и обновления сравнивать не с чем. Но в то же время крупные обновления облегчают работу инженеров, тем, что они как бы имитируют зимнюю паузу, когда не нужно постоянно устанавливать новые обновления и работать с ними, как по ходу сезона, и при этом сразу же создавать элементы, чтобы привезти их на трассу. Как мы знаем, из года в год переносится всего около 20% машины, поскольку зимняя пауза как раз позволяет поработать над самыми крупными обновлениями, а по сути над новой машиной, где они могут больше времени уделять исключительно на разработку, и от них не нужен результат здесь и сейчас. Команды начинают это делать задолго до зимы. Изначально проект Бали до следующего сезона закладывается за год до его старта, еще в январе, но в активную фазу переходит к концу лета, ведь по ходу сезона сотрудникам приходится балансировать между машиной этого года и следующего. Когда технический директор считает, что в серьезных обновлениях текущей машины нет нужды, как например было у Red Bull в 23-м, он перенаправляет основную часть коллектива для работы над машиной следующего года. Мы часто можем слышать заявления, что одна команда бросила работать над текущей машиной летом, а другая может работать до конца, если они не планируют серьезно менять платформу зимой. Как правило, раньше работать над текущей машиной прекращали в июне, сейчас над ними в низком темпе работают вплоть до октября, параллельно с машиной следующего года. Легендарные ХАС вообще целый сезон не привозили обновлений, чтобы выстроили в следующем с новым регламентом, правда их темпа хватило всего на пару этапов. Но даже несмотря на это, иногда зимние обновления затягиваются, и мы можем видеть абсолютно новые версии машин уже весной, когда команда успеет ее доделать. При новом регламенте вы в любом случае вынуждены рисковать и работать в оранжевой зоне, так как невозможно идти консервативным подходом, когда у вас еще нет болида. Кто-то как Астон Мартин и Мерседес по итогу провалятся, а кто-то как Рэдбул окажутся правы. Для этого и происходит смена регламента, и часто мы можем видеть, что на предсезонные тесты команды привозят несколько версий чего-либо, чтобы проверить, что из их идей работает лучше. Ведь данные страсы не всегда подтверждают то, к чему пришли люди на базе. Иногда команды приходят к чему-то совсем необычному, как например ДАС Мерседеса, позволяющий менять геометрию передних колес. И почти у каждой команды есть такие небольшие секреты, которые они ото всех прячут. А ДАС Мерседеса просто спрятать было невозможно, уж слишком он был на виду. И нужно понимать, что элементы, которые мы видим непосредственно на трассе, это лишь верхушка айсберга, всего того, что команды разрабатывают при создании новых идей. На трассу приезжает что-то одно из тысячи вариантов, которые команда рассмотрела за время разработки. Сотни были протестированы на CFD симуляторе, десятки из этого были протестированы на аэротрубе, а на трассу приехал всего один элемент. И инженеры, когда мы видим, что они привезли на трассу, говорим о небольшом обновлении, могут думать, что мы преуменьшаем их работу. Ведь для них это сотни и тысячи различных вариаций, где лишь одна из их идей доехала до трассы, а другие только позволили научиться на ошибках. Поэтому, если ваше обновление не оправдало надежд, как это часто бывает у Астон Мартина или Редбула в этом году, то не стоит совсем унывать. Вы можете разобраться, почему оно не сработало, и в какую сторону теперь нужно идти. Так, например, было и у Мерседеса в 2019-м. Эта команда месяцами пыталась заставить работать одно обновление, что в итоге получилось и позволило улучшить работу отдела симуляции на базе, с помощью новых данных. Как сказал инженер Мерседеса, то, что кажется провалом, мы со временем найдем способ, как обратить в успех. В целом, это не такая редкая вещь. Обновление аэродинамики или шасси – это не то же самое, что просто снять вес, гарантированно делая машину быстрее. Это гораздо комплекснее и сложнее, не говоря уже про риски. Обновление машин позволяет совершать и правда впечатляющие камбэки. Например, как Феррари хорошо начали сезон 22-го года, но позже их обошли Рэдбулу. Или как улучшались Макларен, где в начале 23-го они провалились до позиции времен Макларен-Хонде. Однако Мика Хаккинен весной этого года сказал, что видел данные симулятора команды, и к лету они навяжут борьбу Рэдбулу, с чего все рассмеялись, в том числе и я. Однако спустя несколько месяцев, которые шли на подготовку нового обновления, они и правда из вне очковой зоны добрались до подиумов, а также борьбы за победу. Похожая ситуация была с Маклареном и в 2009-м, когда они посреди сезона прибавили секунду темпа. Таких случаев в истории Формулы 1 можно набрать массу, особенно за последние годы. В этом очень помогает то, что сейчас регламент уже на своем третьем году развития, и все лидеры очень близки, и даже средняя группа сильно не отстает. Достаточно обновлений на пару десяток, чтобы начать бороться за победы. Так как до Фреда Васера спросили, чего им не хватает для чемпионства, он ответил всего одной десятки темпа. Однако тут скрывается и обратная сторона медали. Чтобы добыть десятку, нужно аккуратно перелопать и чуть ли не всю машину. Тяжелее всего в этом плане Рэдбулу. Когда вы несколько лет подряд используете одну и ту же концепцию машины, вы каждым обновлением пытаетесь выжать из нее больше. Но с каждым разом становится это делать труднее, ведь машины и так на пределе изначально, и эволюция элементов болидов приносит все меньше ускорения с каждым обновлением. И из-за этого к концу действия регламента все начинают догонять лидера. Ведь поменять концепцию вы не можете себе позволить, чтобы не растерять то, что уже есть, и не пришлось начинать работу с нуля. Вы можете делать лишь небольшие частные революции, как например было в этом году с воздухозаборниками понтонов. В это же время ваши соперники рискуют и полностью меняют машины, ведь им не нужно удерживать лидерство, и они могут себе это позволить. И в случае, если их резкое обновление оказывается успешным, они могут заниматься его эволюцией, находя слабые места и улучшая их, получая серьезную прибавку. Так поступили Астон Мартин в начале 23-го года, но эволюция впоследствии не задалась. Макларен, который привезли полностью новую машину, и после этого у них эволюции, небольшие революции работают отлично. Феррари изначально пошли немного по другому пути, и сейчас тоже скорее занимаются локальными революциями. Теперь подтягиваются и Мерседес, третий раз серьезно меняя концепцию, в то время как Рэдбул три года подряд выжимают максимум из одной и той же машины, стараясь сделать локальные изменения. Разрабатывать обновления командам также серьезно мешает до ограничения бюджета, равное 135 миллионам долларов на сезон. А разработкой производятся детали занятия не дешевые, особенно с мексиканской помехой. Например, Хелленд Марко недавно жаловался, что авария Переса в Монако может лишить команды обновлений в конце сезона, ведь около четверти бюджета коллектива на доработку машины по ходу года было потрачено на восстановление болида Переса. С его результатами, конечно, возникает вопрос, стоит ли ее вообще восстанавливать, но все же. Однако в этом все равны, а вот больше всего именно Рэдбулу мешает прогрессивная система ограничения времени работы с аэротрубой и CFD, шагом в 5%. Первое место чемпионата может использовать трубу и CFD 70% времени от нормы, а последнее место – 115, то есть Рэдбул могут использовать аэротрубу 224 раза, а условный кик – 368. Крайне существенная разница, из-за чего Рэдбул вынужден крайне тщательно выбирать, на чем работать и на что тратить ресурсы, что сделано как раз, чтобы замедлять развитие лидера и ускорять отстающих. Но все же, если вы слабая команда без современной инфраструктуры и большого количества первоклассных сотрудников, соревноваться с топами у вас не выйдет, на дистанции уж точно. Скорее это призвано помочь середнякам добрать недостающие десятки. Однако и наличие всего этого не гарантирует вам успех, что вы можете видеть на примере Астон Мартина или долгие годы Феррари. Поверхностно компенсировать ограничение времени в аэротрубе и CFD позволяет активное использование симулятора, который от подобных ограничений не страдает, и гонщики симулятора могут работать там круглосуточно, особенно во время уикендов. Также богатым командам сейчас не позволяет улететь вперед из заморозка регламента моторов до 26 года. Однако вы можете сказать, что слабые команды могут просто взять и скопировать болиды лидеров, и такое иногда происходит. Лучшим примером, пожалуй, будет розовый мерседес, но не все так просто. Болид состоит из 14 тысяч отдельных компонентов, и не все детали команды производят сами. Есть определенный перечень элементов, которые разрешено закупать у партнеров, например, движок, коробка, подвеска и так далее. Также есть общие элементы, как активатор DRS, но аэродинамики это не касается. Да, некоторые элементы могут повсеместно копироваться, например, так было с самым простым элементом в предыдущем регламенте, а именно с передним крылом и носом. Сейчас иногда копируют понтоны, по фотографии вы можете скопировать только внешние элементы, и потом разбираться, как они работают, и менять свою машину под них. Но это усложняется в комплексе с другими деталями, и не факт, что скопированный элемент будет работать так же хорошо, как у оригинала. В частности, днище, кромки пола и геометрия подвески, ведь у тех, кто их разрабатывал, есть тысячи неправильных вариантов, и подробные данные по всем проблемным версиям, и одной рабочей, не говоря уже о том, что фотографии не передают жесткости и гибкости оригинальных элементов. Это уже придется развивать и дорабатывать самостоятельно, поэтому мы и не видим в точности одинаковые болида, а лишь похожие, поскольку даже если вы берете и копируете какую-то основу, то дальнейшее развитие идет по своему пути. Пока вы будете пытаться разобраться и адаптироваться к копированию элементов, который ваш соперник какое-то время уже использует, он будет разрабатывать и применять уже что-то новое, значительно обгоняя вас, пока вы все еще разбираетесь с их устаревшей технологией, так еще и модифицируете свою машину для работы с этим. Но опять же, нельзя просто взять крыло Рэдбула и поставить на хас, казав оно просто лучше, теперь наш болид будет ехать быстрее, ведь оно влияет на работу всей аэродинамики машины, внося хаос без адаптации всего остального под новинку. Особенно если вы тратите зимнюю паузу, чтобы скопировать болид лидера, то за зиму этот лидер оторвется от вас еще на полсекунды, разрабатывая что-то новое. В это же время другие команды, работающие на чем-то новом, тоже вас обойдут. Однако есть некоторые элементы, которые эффективны настолько, что их нужно копировать любой ценой, но такое происходит крайне редко. Это было с длинным диффузором, и чтобы адаптировать эту концепцию, Феррари пришлось сделать более компактную компоновку коробки передач и подвески, и перепланировать весь зад машины, чтобы по сути поставить чужую технологию. Иногда, конечно, даже без копирования, мысли инженеров пересекаются, и команды независимо друг от друга, могут производить одинаковые и крайне эффективные решения, ведь законы физики и регламент для всех одинаковы. Несомненно, сами команды пытаются защищаться от копирования, например, не показывая свое днище до первой аварии, закрываясь в боксах, когда идет ремонт подвески или снято днище, и тому подобное. Хотя иногда это происходит благодаря таким нелепым фотографиям, когда они думают, что никто не видит. Также они любят занижать свои достижения. Говоря, что это обновление, мало что значит. Например, так было с крайне эффективным закрылком Герни, который сейчас используется повсеместно. А тогда инженеры, создавшие его, говорили, что он используется только для того, чтобы механикам было проще держаться за крыло машины, когда они ее толкают, какое-то время обманывая всех. Можем сделать вывод, что копировать нужно только то, в чем вы совсем отстали, и что очевидно крайне эффективно, а другого способа догнать у вас из-за нехватки времени и ресурсов нет. Но в то же время вряд ли с таким подходом у вас получится прыгнуть в выжие головы. Видео получилось немного длиннее, чем я планировал, но зато дает подробные ответы на все вопросы про то, как команда улучшает свои машины. Надеюсь, вам было интересно. Пишите в комментариях, про что еще так подробно хотели бы узнать. И остались ли какие-то еще вопросы. Если вам понравилось видео, то рекомендую поставить лайк и подписаться, чтобы не пропускать новые ролики. А также можете поддержать канал финансовый, оформить спонсорство на мой канал на ютубе и бусте, или же задонатить по ссылке в описании. Буду очень благодарен. Благодарю Александра, задонатившего 500 рублей, оплатив комиссию, но ничего не написавшего. Как всегда, огромное тебе спасибо за поддержку. Благодарю анониму, задонатившего 500 рублей, написав низкий поклон за уникальный материал. Огромное спасибо за поддержку. Всегда стараюсь собирать всю доступную и интересную информацию. Рад, что нравится. Благодарю Канамата Казакова, задонатившего 105 рублей, оплатив комиссию и написав. Я все еще жду обзора с F24. А если без шуток, то у тебя реально уникальный интересный с всех сторон контент. Даже не думай бросать канал. Ты реально хорошо анализируешь и доносишь информацию. Удачи во всех начинаниях и так держать. Большое спасибо за поддержку. Тут самый обзор, да. Рад, что нравится видео. Пока ничего бросать не планирую и планы по роликам есть на год вперед. Особенно с вашей поддержкой. Тебе тоже удачи. Благодарю Стермпул, задонатившего 150 рублей, но ничего не написавшего. Большое спасибо за поддержку. Благодарю Александру, еще раз задонатившего 500 рублей и оплатившего комиссию. Большое спасибо за постоянную поддержку. Благодарю Александру Ивашеву, задонатившего 150 рублей, написав спасибо за труд. Большое спасибо за поддержку. Рад, что нравится. Благодарю Анониму, задонатившего 1000 рублей, написав спасибо за крутые видео. огромное спасибо за поддержку рад что нравятся ролики и конечно спасибо что смотришь благодарю тнуки за донатившего 300 рублей написав на стиль ферстаппина отдельно большое спасибо за поддержку пока не знаю когда будет этот ролик но когда то думаю обязательно появится благодарю за подписки на бусте спонсорство на ю-тубе hispaniel research 2 месяц подписки 2 уровня огромное спасибо новый подписчик 2 уровня павел ска огромное спасибо веклай 25 месяц большое спасибо. Эндрю Худяков 32-й месяц, большое спасибо. Артем Давыдов 11-й месяц, большое спасибо. Зиман Вейдер 26-й месяц, большое спасибо. Станислав Еретенников 17-й месяц, большое спасибо. Новый подписчик Иван Стогниенко, большое спасибо. Новый подписчик Владимир Харлашкин, большое спасибо. Новый подписчик Илья Эл, большое спасибо. Алексей Мефодиев 23-й месяц, большое спасибо. Вадим Басаков 20-й месяц, большое спасибо. Виктор Татушин 24-й месяц, Большое спасибо. Владислав Осипов 16 месяц. Большое спасибо. Цаид Алиев 16 месяц. Большое спасибо. Плей Шуриман 16 месяц. Большое спасибо. Кептик 19 месяц. Большое спасибо. Хаги Вагич 9 месяц. Большое спасибо. Александр Ванилов 8 месяц. Большое спасибо. Тнуких 7 месяц. Большое спасибо. Дмитрий Приходько 6 месяц. Большое спасибо. Юрий Бабак 5 месяц. Большое спасибо. Дима 16 месяц. Большое спасибо. Евгения Каюджин 20 месяц. большое спасибо. Лелик Жданов второй месяц, большое спасибо. Новый подписчик Владимир Яковлев, большое спасибо. Или Маф, восьмой месяц, подписки аж третьего уровня. Отдельное огромное тебе спасибо за такую большую регулярную поддержку. Надеюсь ролики продолжают нравиться. Еще раз всем спасибо за поддержку, удачи вам и вашим любимым пилотам. Продолжение следует...